Он не требует зарплаты и никогда не опаздывает на работу. Коллеги отмахиваются, просто живет в магазине. Для них он не просто коллега, младший брат, которого иногда и притереть от пыли нужно, да электричеством поделиться. А недавно и вовсе попросил о помощи. Да, было такое, что он спрашивал там, допустим, мы искали какую-то кисть, и он искал кисть, и не может ее найти, и так далее. Мы помогали ему находить эту кисть. То есть она изначально висела на том месте, то есть команда Метчердайзеров была ошибка небольшая. Мы это все исправили. Он знает, какая сейчас погода на улице и даже президенты России. Сейчас попробуем познакомиться с ним. Привет! Вас действительно зовут Денис? Да. Пожалуйста, повращайте головой влево и вправо. Я вас запомнил. Денис, даже и не знаю, что на это тебе сказать. Давай лучше скажу, какая сейчас погода. Сейчас за окном температура воздуха 31 градус. Ясно. В день официального открытия магазина он главный герой. Всем фотографируются, ведут беседы и периодически спрашивают про Владимира Путина. Ориентирован на клиента, дружелюбен и даже может сделать комплимент. Но в рабочие обязанности входят не только беседы. Научить людей пользоваться интернет-магазином. Вот главная задача необычного сотрудника. Оформить заказ и оплатить. С роботом все сразу становится легче. Так робот проработает недолго. Ему, как и всем примерным сотрудникам, пообещали карьерный рост. По поводу инвестиций в будущее, безусловно, да. Могу сказать, что на сегодняшний момент единственное, что цель его именно развития интернет-магазина. Но в ближайшее время мы доработаем модель так, чтобы робот мог и показать товар. Продемонстрировать, уговорить и даже самостоятельно упаковать. Если для нашего города он инопланетянин, то в Японии к таким, как он, уже привыкли. Буквально этой весной там заработал магазин электроники, в котором нет ни одного человека. До 2017 года он проработает в тестовом режиме. Но уже сейчас ясно. Роботы-продавцы покупателям нравятся. А значит, многие другие на рынке последуют примеру. Так Рэй Курцвелл, американский ученый-изобретатель, сказал, «В 2045 году отличить людей от роботов будет невозможно». Поверить сейчас в это сложно, но именно этот человек предсказал масштабное развитие интернета и угадал год, когда компьютер станет чемпионом мира по шахматам. Бояться же восстания машин, как считает профессор, не стоит. А пока наш новый казанец в одиночестве пытается разобраться в глубинах человеческой души. Денис Давыдов, Вадим Иларионов. Новости на Первом городском.